Окей, мы можем начинать. Добрый день, мы сегодня разбираем идеи из недельного раздела НАСУ. И я хотела начать разговор с вопроса к уважаемой публике. Где в Таре у нас рассказывается о начале функционирования скини? Понятен? В какой книге описывается начало функционирования скини? Я предполагаю все-таки, что все читали Тору и знакомы с основными сюжетами, с ее рассказами. В каком месте скини начинает функционировать? В книге «Во икра», а вот главу не помню. Ну, неважно. В книге «Во икра» совершенно верно описано, называется «Шмини». Пороша Шмини – это именно та вот недельная глава, где погибли два сына рода. Вот там рассказывается, как при большом свечении народа весь народ находится перед скини. Это я перевела как начало функционирования Ханука, Томишкан. Торжественное открытие, можно сказать. Приносится жертва. И мы посмотрим сейчас, как это описано в книге «Во икра» тоже. Но что самое интересное, это не только книги «Во икра», мы начнем. Вот я сейчас секундочку себе немножко скопирую и покажу вам эти отрывки в сокращении, естественно. Потому что подробно у нас здесь нет особого времени подробно все разбирать. Это можно было бы разбирать несколько уроков или даже больше. Но в общих чертах я взяла на себя задачу описывать некоторые важные эскипеты, важные идеи, которые можно извлечь из недельного раздела. И, в частности, мы давайте посмотрим сейчас первый раз, где говорится о начале функционирования скини. После того, как в книге «Шмот» описывается в подробностях, как ее построить, во всех мелких деталях, какие там брусы, какие покрытия и так далее, поставил двор вокруг скини жертвенника и повесил завесу над вратами двора и так, как кончил Маши работу. То есть кончилась работа по построению скини. И покрыло облако шатер соборный. И слава Господня напомнил скини. То есть в тот момент, когда закончилась работа над ее построением, в скини покоится шхина, слава Господня. И не мог Маши войти в шатер соборный, потому что осеняло его облако, и слава Господня наполнял скини. То есть начинается функционирование уже ее. Когда поднималось облако от скини, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все странствия свои. Если же не поднималось облако, то они не отправлялись, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господня было над скинью днем, и огонь был ночью, и в ней перед глазами всего дома Израиля во всех странствиях их. На этой фразе заканчивается просто книга шмур. То есть все, к чему мы на эти точки пришли, мы построили. После дарования тары была дана заповедь о построении скини. И она была построена, и она начала функционировать, поскольку в ней было заметно божественное присутствие. Оно покрыло облако настолько, что Маше даже не мог войти внутрь. Книга «Во икра» начинается с того, что Бог его приглашает войти. «Во икра». Он его позвал, надо Бог позвать, чтобы Маше мог войти. А теперь вот этот небольшой отрывок я взяла. Там длинный, конечно, очень отрывок по принесению жертв в большом стечении народа. Из Книга «Во икра» и поднял Ларон руки свои, обратясь к народу, и благословил его. И сошел по совершению жертвы грехоочувствительной, всесожжения жертвы мирной. И вошли Маше и Ворон в шатер откровения. Это они вошли, когда Бог их позвал, или это было немножко раньше. Не очень понятно, но более-менее понятно, что это говорится другим языком о том же самом. О начале функционирования Скинии. И вышли, и благословили народ, и явилась слава Господне всему народу. Другое описание, с другой точки зрения. Можно прямо сейчас уже подчеркнуть разницу. В книге Шмот главным действующим лицом в Скинии является Всевышний. Главная идея, которая там, мы построили для Бога Скинию, и он будет обитать где-то своего народа, а в Скинии мы можем увидеть его присутствие по очереди. Он там спускается в виде облака, он поднимается, и мы двигаемся. Он опускается, и мы останавливаемся. Всевышний там главный действующий лицом. Книги Моикра – главное действующие лицо. Не то что, не в смысле иерархии, а в смысле, кем занята книга в этом. Всем понятно, что главное действующие лицо в книге Моикра – это священники. Народ приносит жертвы, священники их приносят. Там все описывается, какие типы жертвы и так далее. И когда все правила как бы данные, книга Моикра занимается освящением в Скинии и началом ее функционирования. И вот кто там действует, там действует священники. Не было вообще как бы в этот момент книги Шмаксов. Они тут появляются. И тут священники Арон, и он благословляет народ. Как он благословляет народ, кстати, тут нам не сказано. А где это нам сказано? Это сказано в книге Моикра. И раньше, когда в книге Моикра говорится о том, что Арон благословляет народ, спрашивает, как благословлял? А вот как. Как написано в книге Моикра. Я только начну, это потом вернусь к структуре главы. К структуре начала книги Бомедва. И подняла. И Господь говорил Моикра так. И говорил Моикра нам, и вот следующее. Так благословляйте сынов Израиля, говоря им. Да благословит тебя Господь и охранит тебя. Да озарит Господь тебя лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и доставит тебе мир. Это классическая формула благословения священникам, благословения кухенам. Так они благословляют народ до сего дня, все на богах. Земля Израиля каждый день. Вне земли Израиля только по праздникам. И это один из самых древних текстов, который был найден в археологии. Была найдена пластинка, на которой приводился этот вот текст благословения кухенам. Теперь мы перешли к книге Бомедва. У нее совсем другая точка зрения. Книга Бомедва прежде всего занята движением земли Израиля. В середине там происходит смена программы, смена планов. Из-за того, что евреи не согласились идти, планы бы изменились, все это растянулось на 40 лет. В скобках скажу, что вся тара в основном построена на изменении планов. Сначала, может быть, был план такой, что будет идиллия между братьями, между Каином и Эвелем, а потом один будет выбывать другого, никакой идиллии не получать. Сначала там больше того. В райском саду был план. Некоторые идиллии, которые не вышли из того, что съели от дерева познания. И так далее, и так далее. В каждом поколении есть какие-то надежды. Это интересно, об этом рассказывается в книге Мониту. Я надеюсь, в этом году я смогу дать переводы ее. Что в каждом поколении есть какие-то надежды. Есть потенциал избавления, который не реализуется. И тогда все идет по другому плану. Который затягивается, в котором не совсем все так, как было запланировано изначально. Ну, изначально, и в общем-то, в принципе, это основной мотив книги Мониту. Это книга «Движение к земле Израиля». И поэтому в самом начале мы делаем пересчет народу, чтобы знать с точки зрения того, кто у нас может функционировать как воины или как движущая сила при завоевании земли, например. И далее мы упорядочим этот лагерь, чтобы он был упорядочен. И так далее, и так далее. И это порядок, который мы наводим при движении земли Израиля. И далее, мы читаем здесь, что когда окончил муше устанавливать скиню и помазал ее, светил и все принадлежности, и жертвник со всей утварью, и помазал светил их, подошли начальники Израиля, главы отчих домов. То есть в тот момент, что скиния построена, все ее сосуды освещены, и Коэны тоже готовы к работе, что происходит совершенно не то, что мы видели раньше. Здесь в центре не Всевышний и не Коэны. А кто? Начальники Израиля, главы отчих домов, и они же начальники колен, стоявшие над исчисленными. Вот это вот множение в определение этих глав колен показывает, что не просто так они пришли, как представители всего народа. То есть в данном случае в центре находится народ, правильное устройство народа по дороге земли израиля. И вот дальше идет длинное-длинное перечисление, как эти главы колен приносят каждый по отдельности свои дары в храм. Это только чтобы подчеркнуть, что действительно весь народ в этом участвует, все эти приношения в храм, все эти добровольные приношения от имени всего народа. У нас совершенно здесь другая точка зрения. Точка зрения такая, что Скиния – это место, назначенное для народа. Помимо этого, есть у нас… Я сейчас открою, секундочку. Я это себе не скопировала. У нас довольно странный порядок получается. Мы сочетали все колена, мы сочетали всех левитов, мы заменили первенцев на левитов, об этом мы говорили в прошлый раз. Это было в главе Бибисбара и перетекает в главу Дассо. После этого дальше, куда уже я перескочила с вами и сказала, что дальше будет у нас принесение добровольных подарков коленами, главами колен, но в середине есть очень странное отклонение от этой идеи. Неожиданно, вот между этим перечислением, которое начинается в книге Библиар, и между этими приношениями колен, которые, в общем-то, часть одной и той же истории, у нас появляются три различных галахических, в смысле, законодательных отрывков. Первый отрывок, мы не будем целиком все его читать, но просто, чтобы отметить. Первый отрывок. «И сказал Господь Муше, говоря, повелись и нам, Израиля, чтобы выслали из тана всякого прокаженного и слезоточивого, всякого, ставшего нечистым от усовших». Мы уже в книге выигрочитали всякие ограничения, которые накладывают на матюра, прокаженный, перевод довольно сомнительный, потому что проказа – это другая болезнь совершенно, не то, что имеется в виду в таре. Ну, матюра, скажем, потому что нет нормального перевода. И те, у кого истечение, и те, у кого стал нечистым по мертвым, там все-то сказано – это нечистота, и он должен уйти из тана. Это нам уже сказано в книге выиграл, немного другим языком, а он не должен быть в тане. А тут он говорит, и Господь сказал Муше, повелись на рямо Израиля, чтобы выслали из тана всякого нечистого. В этом тане, в котором царит Шхена, в котором находится у нас сейчас Киня, не должно быть ритуальное нечистое. Я уже когда-то говорила, что, конечно, ритуальная нечистота вовсе не означает и человеку ничего плохого. Наоборот, иногда человек, который занят заповедью похоронить мертвого, он от этого становится нечистым, но это он выполняет заповедник. Тем не менее, есть некоторые параллели. Не случайно одним и тем же словом, то тамэ тара называет и ритуально нечистого, и также всякие отклонения, всякие нарушения. Поэтому, когда говорится о устранении из тана ритуально нечистых, тьме им, есть тут намек также и на то, что в тане, в котором царит Шхена, не должно быть никакой нечистоты духовной. Человек, который в чем-то нечист, это должно привлекать внимание общества. Это первое. Второй отрывок, он не совсем понятен здесь, я ему расскажу словами, о чем идет речь. Идет речь, то, что называется о Гезель-Агер, о воровстве у Гера. Почему у Гера? Это Геру, которого когда-то оботрали, он умер. Человек нашелся, вор, и он должен вернуть деньги, и он должен добавить к этому еще пятую часть, поскольку он совершил это преступление не только против человека, но и против Господа, тем, что он украл или одолжил, нарушил доверие другого человека. Но тут возникает проблема. если он, например, украл меня, а я умерла, то в случае необходимости, когда возникает необходимость свернуть деньги, он возвращает моим наследникам. Тогда же это Гер? У него нет наследников. Он пришел из другого народа, он присоединился к евреям. Может случиться, что у него нет наследников, потому что, допустим, у меня нет детей, но у меня есть какие-то родственники. Такая идея, что очень-очень дальние родственники всегда у евреев есть, в любом случае, в идеале. А вот у Геры нет. И в таком случае, кому он отдает, он отдает их священнику. У священника здесь появляется некоторая роль посредника, налаживающей общественные отношения. Человек, поступивший некорректно, ограбивший или обманувший доверие, которого принуждают вернуть деньги, этим должен заниматься священник. Он должен этим заниматься. Поэтому мы и хора повелевает, что эти деньги отдали ему. Тогда он вынужден будет этим заниматься. Это второй отрывок. Третий отрывок известная ситуация, которая называется «Женщина-сута», который сам по себе очень интересный отрывок, его можно разбирать, потому что в нем склеены две истории. Одна история – это если муж не доверяет жене и подозревает ее в изменениях. И ладно, велит ей не уединяться, она уединялась, тоже есть какой-то недосмотр с ее стороны. на самом деле она чиста, ничего такого она не изменяла, просто он не верит, ей не доверяет. Есть возможность это исправить и вернуть доверие в себе. И с другой стороны, жена, которая не достойна доверия своего мужа, а действительно ее изменяет, эта проверка, она приводит ее к нежелательным последствиям смерти или болезни. Тут очень много галактических моментов, которые не проявляются прямо в таре, не разбираются в устной таре, в каких случаях это работает, в каких случаях это не работает. И мы хотим подчеркнуть в данный момент в этом отрыве, что опять же вся эта процедура, которая выявляет истину, была женщина, изменяла мужа, она или не изменяла, она совершается в храме, она совершается священниками. Казалось бы, какая связь? Мы раньше видели функцию священников как чисто ритуально, они сидят себе в храме, они приносят жертву, они служат всевышнему, они там занимаются чистой связностью, но во всех вот этих примерах и также в следующем примере обнаруживается связь между храмом, священниками и тем, что происходит в обществе. Налаживание мира в семье, укрепление доверия между людьми. это то, что необходимо в лагере с святом, в лагере, в котором покоится женщина. И вот пример, это пример, то, что называется Назарея, Назира, тот, кто человек, который хочет, если мужчина или женщина даст на письме корейства, чтобы посвятить себя в Назира к Господу, то вина и шифары должны воздержаться, вина и уксус шифары не пить, никакой настойки винограда не пить. Человек хочет чего-то большего. Он может взять дополнительное обязательство по святости не пить вина, не стричь волосы и не оскверняться померзлым. Опять, тема не для одной лекции. Какой смысл во всех этих действиях, почему он отстраняется именно от этих удовольствий, а не от каких-то других. Например, мы привыкли в других религиях, что монашество связано с еще устранением и прочих удовольствий этого мира. Но тут конкретные вещи, их смысл требует, конечно, разбора, и, может быть, Натан разберет это более подробно. Но главное, что мы хотим снова здесь отметить, это то, что в этом отрывке подчеркивается, что храм не оторван от обычной жизни, от светской жизни, скажем так, всего населения. Человек, который хочет стать подобным священнику, первосвященнику, он может на какое-то время взять на себя дополнительные обязательства, взять на себя какие-то ограничения, если он чувствует, что это поднимет его святость. У наших мудрецов разные амбивалентные отношения к этой закупке. Некоторые видят в ней позитив, некоторые видят в ней негатив, потому что это уже отдельная тема. Главная идея здесь, что во всех четырех отрывках, которые вклиниваются у нас в течение этого рассказа о том, что происходило в пустыне, подчеркнута не случайно связь между храмом, между священниками и общественной и личной жизни каждого человека. Они не оторваны. Эта храмовая служба это нечто и нечто трансцендентное, скажем, никак не связана с обычной жизнью. Она глубоко связана с обычной жизнью и она обязательно должна вмешиваться в общественные и в личные процессы, которые происходят в стане. В том стане, в котором существует щена, в котором находится Всевышний. Таким образом, подведя то, мы скажем, что главная идея книги Мамидбар это функция храма как направляющего народ в землю Израиля. Все время движения в пустыне, все движение идет по знакам Всевышнему, которые исходят из храма, облако или которое висит над храмом. И при этом другой стороной этого необходимо совершенно то, что наличие чешхины обязывает весь народ и куэнов поддержанию морального уровня общества и морального общества индивиду. Спасибо за внимание. Есть вопросы какие-то? Да. Вопросы, пожалуйста. О, что-то я вас плохо слышу. Натан, все тебя хорошо слышат? Я забыл включить эту штуку. Окей. Говорю, что очень интересно. У меня нормально. Слышно? О, вот так слышно, да. Да, собака. Окей. Господа и дамы, есть вопросы? Народ измолвствует, по-видимому. Хорошо, если народ. Смотрите, если что-то непонятное, я бы предпочитала, чтобы спрашивали, потому что в чате, например, оказывается, что какие-то вещи остались непонятны действительно. Многие вещи, может быть, я в некоторой оторванности от реалии живу, мне многие вещи, кажется, очевидны. Или я о них уже говорила когда-то, или мне кажется, что это просто, но или я быстро это как-то очень произношу, так что это не доходит. Нихам, если можно, такой вопрос, пытаюсь сопоставить вот эти вот отклонения, которые в главе по поводу Сата, Назира, вот, может, мы это объясняли, возможно, пропустил, почему-то именно в этой главе появились, и как они между собой переплетаются, если можно, попустил, повторить. Вот это я пыталась объяснить. Мне кажется, что, и не только мне, я это видел во многих комментариях, что задача вот этих вставок включения вот этих законодательных отрывков, которые нарушают порядок рассказов, это подчеркнуть то, что нет разрыва между храмом, нет разрыва между шхеной и народом, и тем, что происходит в области, и тем, что происходит в индивидуальном плане. То есть, можно было бы подумать, что функция храмов, функция казенов, она чисто ритуальная. Да, они там занимаются искуплением, они приносят жертвы, они, так сказать, некоторые машины, которые запускают этот храм, и все. Тем не менее, эти вот четыре отрывка подчеркивают их социальную функцию, социальную функцию храма, социальную функцию кухенов. Как в отношении индивидуума, мы не просто так говорим человеку, ты прокаженный, ты мансура, ты должен уйти из Танна. Сам народ должен следить за тем, чтобы удалить их, чтобы их там не было. И на самом деле, конечно, тут есть некоторая сложность, потому что мансура, как бы он не виноват, что он мансура, тем не менее, наши мандерцы всегда пытаются объяснить, что он не просто такой, что есть какая-то вина личная, не вдаваясь в глубину, действительно он виноват, действительно он виноват, почему нужно удалять нечистых ритуальных из Танна. Тем не менее, это намек на то, что общество не может быть равнодушно к туме, к нечистоте не только физически, но и морально, тогда, когда они живут рядом, тогда, когда они живут рядом с храмом, тогда, когда в обществе покоится шхина, это не это обязывающая вещь, то же самое и далее, пожалуй, какая мне разница, подозревает муж меня, не подозревает, или подозревает его, есть между ними, доверия нету, обманывает, и можно на ней обманывать, в конце концов, это не доказано, есть явные грехи, за которых один, два, три, четыре полагается в определенных случаях наказание, все хорошо, это не так, это сложный случай, это случай, когда в семье нет доверия, как можно жить в обществе, в котором между людьми нет доверия, когда нет доверия даже в семье между людьми, доверие это необходимый компонент существования мира, точно так же, как если я не доверяю Всевышнему, если я не верю то в жизни моей теряется смысл, точно так же теряется смысл существования семьи, существования общества, если невозможно доверять друг другу, и аналогичная похожая идея есть в Гезель Агеров, то есть в той ситуации, когда человек обязан вернуть ограбленное Геру, и в определенной ситуации Кухен должен взять на себя ответственность за это, хотя казалось бы, какое ему дело, ну некому вернуть, так не возвращайся, нет, ты должен мешаться, то, что кто-то кого-то когда-то ограбил, это непростая жизнь, общество должно брать на себя ответственность, и Кухен должен брать на себя ответственность, и последнее это противоположная ситуация, в некотором случае первая, когда у нас есть туман, который отделяет человека от общества, отодвигает его в сторону, говорит, ты должен спуститься на некоторый уровень, справиться, измениться, очиститься, подняться потом, и другой случай, это когда человек хочет подняться, наоборот, взять на себя дополнительные обязательства, опять же, это некоторое индивидуальное движение, но ему есть место, человек не оторван от храма, не оторван от святости, святость пронизывает все области жизни, это важно было подчеркнуть здесь, именно на пути к земле изра. Окей, спасибо. Ну, хорошо, тогда, я думаю, если нет возражений, мы, может быть, главное, сейчас, секунду, мы плавно перейдем к второй теме нашего занятия, да, окей, возражений нет, нет, принято единогласно, замечательно, и вот Нехам уже сказал о двух словах, и сказал что поподробнее, мне кажется, очень интересная тема, просто такая дико волнующая со всех сторон, и опять же, вот, Ханан Парад, Раф Ханан Парад, кажется, так вот, со свойственным ему, подходом, очень нетривиально это разруливает, да, то есть, как бы, такой неоднозначный подход получается, статья у него называется Назир, Наркиз, Назир, по-русски Назарей, я, кто пытался посмотреть, там, типа, отшельник, все-таки, это все не то, человек, который взял на себя обед, иначе, как бы, это непонятно, да, вот этот человек, который взял на себя обед, он называется Назир, по-русски переводится Назарей, а вот дальше у нас будет такая, как бы, такой расклад, что он, как бы, сравнивается с Наркизом, как это выводится, очень интересно, опять же, я прошу прощения, если надо, я постараюсь держаться близко к тексту, потому что, мне кажется, это вот очень интересно посмотреть, как он цитирует источники, как он цитирует мудрецов, вот все это, как бы, хитросплетение, Нахаме обязательно нам поможет, вот, мне кажется, это очень интересно, итак, ну вот, Парашат, Назир, Назарей, не будем Назарей, Назарей, какое-то дурацкое слово, по-моему, Назир, по-моему, это проще, да, Парашат, Назир, она ставит такой вот острый вопрос между мудрецами, которые, как уже вот Нахама сказал, они, в общем, занимают прямо противоположные точки зрения. Во-первых, есть ли где-то такой момент, что Тора вообще, как бы, Михаеве, то есть, обязывает в какой-то степени само вот это явление, Назарейство или Назирудство, самой идеей того, что-то принимает на себя что-то сверх того, что написано в Торе. Или наоборот, мы можем понять так, что он, например, отрицает такое поведение вообще, как бы, в корне. И вот мы видим два прямо противоположных мнения. Приводят примеры. Масахи Титаонид, да, разделились мнения между Раби Элезером и Раби Элезером, а Капор, я думаю, Капор, по-моему, так называется, Акапор. Да, вот Раби Лезер, Акапор, он говорит, Бешем Раби, он говорит, а что вообще, что написано в Торе? В Торе написано, и он, ДХП, принесет повинную жертву, да, котов. Тоже такие, это не очень просто перевести по-русски, потому что все это, как и некоторый подсрочный перевод. Но я скажу, может, для тех, кто понимает, хотя бы, да, ДХП Ралаф, Ме Ашер, Хата, Аль-Нефиш. Не очень, как бы, однозначное построение. Как бы, подсрочник он такой, что он принесет повинную жертву, да, Иллис купит, еще как по-русски говорят, да, за что, Ме Ашер, за что, за Хэт, а дальше Аль-Нефиш. Что за Нефиш? Как бы, за душу, за душу кого? За свою душу? Не очень понятно. И тогда это, вот это дает возможность, как бы, два прямо противоположных понимания. Итак, какое первое? Вот этот Раби Лезер, Акапар Бешема Раби, он говорит, а вообще, о повинности этом, о какой Нефиши говорится? О ком вообще говорится? И дает очень прямой ответ. Эла, Ши Циер, Ацмоми Наяйн. А тем, что, ну так, опять, посрочный перевод, тем, что он огорчил себя, от вина. Огорчил, в том смысле, что он доставил себе, как бы, неприятности, тем, что он себя отстранил от употребления вина. Да? А дальше, как бы, строит такую логическую цепочку, говорит, и вот какая последность, после прямая, как бы, логика, Кальва Хомер. Что же говорить про того, который только себя от вина, да? И это называется Хотэ. И тогда этот человек называется, как бы, Хотэ. то есть согрешившим, а уж человек, который себя от дополнительных вещей, на себя какие-то дополнительные вещи еще берет, ограничения, ну так это Кальва Хомер, так это еще хуже, значит, получается. Да? А вот с другой стороны, Раби Лезер говорит, прямо противоположно говорит, не крак, кадош, во как. Он говорит, нет, такой человек называется, святым. Ничего себе, почему? Потому что там, где написано про идея в том, что он не будет, эту бритву не будет касаться его волос, то есть он не будет стричь волос, да? Там сказано, кадоши е, гдаль пера сиар, рошо. Что называется кадоши? А как это понять? И тот же повторяет, опять так вот симметрично, ту же самую, ту же самую логическую схему и говорит. И если кадоши говорится про тот, который себя только от вина, как бы отодвинул, да? Запретил себе вино. Ну, так уж понятно, что кальвахомер логически, что тот, который на себя принимает еще больше. Так он еще больше? Окей. Как это разрулить? Вот интересно. Значит, приводит Рамбама. Рамбама Вилхота Деод. Он приводит, как бы с одной стороны, очень однозначный, вывод, однозначное решение прямо-таки отрицательное. Да? Не буду читать целиком. Так приблизительный пересказ заключается в том, что он говорит в том, что это плохо вообще, что человек себя, как бы, отдаляет, отдаляет тем, что он берет на себя дополнительный запрет, он отдаляет себя от этого мира. От этого мира со всеми, как бы, со всеми его физическими причиндалами. Как бы Лошон, язык Рамбама, такой Муциин, это Адам Минаулам. Он себя, как бы, выводит из сферы нормальной жизни и пишет, Гамзе Дерех Рааи. Это плохая, плохая, плохая дорога. И Ассур Лилахба. И неправильно идти по ней. И тот, который по ней идет, называется Хоте, называется грешником. Окей? И повторяет опять эту схему. Ведь сказано ВХП Раулаф Мя Ашер Хата Аль Навшо. Вот сказано Он Хата Аль Навшо. То есть, он согрешил за свою, как бы, сам согрешил, за свою душу согрешил. Значит, это плохо. И говорит, поэтому неправильно совершенно, чтобы человек накладывал дополнительное ограничение сверх того, что наложило Тора, неправильно. Окей. Но с другой стороны, в другом месте, Рамбам, он как бы сам себе противоречит. Вот известно, я знаю, что те из вас, которые слушали Рабу Йона, у меня было несколько уроков на эту тему, я краем уха тоже, как бы слышал, как бы идея заключается в том, как выправляют, как выправляют как исправляют как это не, ну, скажем, согнутая, да, или в смысле неправильной, кривой, да, вот как выпрямляют кривое. как бы идея простая, такая прямая символика. Вот у вас есть, например, какая-то там пруд железный, да, или какой-то, что-то такое, какой-то материал, который загнулся в какую-то сторону. А как его надо выправить? Он выбирает тем, что его как бы сгибают в другую сторону. Но когда он сгибает в другую сторону, то он в какой-то момент как бы метьешер, выпрямляется. Ну, известная как бы рамбам, вилхотный дарим, вот он как раз говорит прямо в противоположную сторону. И он там проводит такую идею, что вообще говорят очень правильно. Если у человека есть какие-то наклонности, дурные, так по-русски называется, дурные наклонности, склонность, дурные наклонности, пьет много, деньги любит, женщинами увлекается, ну, можете еще что-нибудь такое там добавить, да, то правильно, чтобы он резко взял в другую сторону, да, например, любит пить вино, вот какое-то время вообще не пьет вино. Женщины, значит, вообще на женщины не смотрят деньги, ну, вот как бы вообще деньгами не занимается. И тогда постепенно, когда он крутанул в одну сторону, значит, он возвратится обратно и как встать посередине, да. Ну, непонятно как-то, да, опять получается, как бы, непонятно, такая амбивалентность, с одной стороны так, с другой стороны так. А как бы все-таки найти какую-нибудь дорогу, которая все-таки нам как бы объясняла, как можно понять, как понять действительно отношение Торы, да. Игла пишет, что это вот Гиша позиция, Рамбам его подход, она муркевит, она сложная. Хотя он дает вот принцип, каким образом можно исправить как бы испорченные дороги и там моральные образы пятые-десятые, но тем не менее, все-таки и он, и мудрецы с такой мнением говорят, что это неправильно, что человек будет накладывать в себя какие-то дополнительные вещи. То есть мы сейчас видим, что вообще мудрецы понимают или пытаются понять как бы неоднозначная сложная вещь, это не так, как я позволю себе сказать, ну, предположим, там, я не знаю, в христианстве либо в других религиях, когда же она однозначно там аскетизм или там пятое-десятое, вот эту тему, это однозначно хорошая вещь, что человек как бы приближается к Богу тем, что он себя отдаляет от мирского, ну, и дальше тема как бы известная. Здесь, в любом случае, мы увидели, да, что это неоднозначно. Неоднозначно. Опять дальше приводится одна очень интересная история, она мне очень понравилась слиха. история в Талмуде, которая называется Назир Минадаром, а именно этот Назир, Назарей, который как бы с юга, жил на юге земли Израиля, так надо понимать. Вот очень интересная история, да, в чем эта история, так, опять, не буду читать, хотя очень было бы хорошо прочитать на иврите и перевести дословно, нам приводит такая некоторая история, что, сейчас, только секундочку, кто к кому пришел, да, вот Амар Шимон от Садик, вот, вообще, что он всегда, как бы считал, что все, что связано с Назарейством и с Назиром, это вообще неправильная дорога, неправильная себя, что такое было. Вот у него тогда была такая история, пришел к нему очень красивый юноша с красивыми волосами, да, рассказал ему такую историю, он говорит, я вам все-таки зачитаю, потому что она красивая такая, литературная, сифрути то, что называется, он говорит, пам ахат ба адам эхат, вот, извини, все-таки он сначала спрашивает его, он восхитился, и говорит, такие у тебя красивые волосы, зачем ты решил их отстричь? Да, да, сейчас дойдем до этого, Садик Амур, сейчас дойдем до этого, да. Он его спросил, и поэтому он ему рассказывает, по-моему, так было, нет? тут в начале, честно говоря, стоит такая штука, я не очень ее понял, поэтому я решил немножко так сокруглить, я могу ее зачитать, он говорит, он по-видимому говорит, что я никогда, никогда не участвовал в трапезе, связанной с тем, когда Назир приносит этого Ашама, так я понимаю, да? там есть такая ситуация, неважно, когда получилось у него осквернуться, он не хотел вообще с ними связываться, да, 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 а тут пришел парень, он ему говорит, подожди, ну подожди, секунду, секунду, ну ладно, извини, мы как раз именно про это и говорим, совершенно правильно, да, вот я так и понял, он сказал, что я вообще от этих дел удалялся, не хотел есть этого Ашама, ты повинная жертва, потому что считаешь, это все неправильно, ну вот такая история, в чем история, пришел к нему некоторый парень, красавец, вот Пам и Хатба, Адам и Хатба, только мне некоторый человек, который Назир Минадаром, вот он Назарей с этого Дарома, с юга, я видел, что он Яфейнайм, его красивые глаза, тофруи, вообще, таким прикидом вообще классным, просто красивый очень человек, о, и что, что к нам важно, написано, ухвусота вздурот ло латалтали, а, и вот такая прическа, типа на как Боб Марли, скажем, да, а он такая прическа, классная, да, и он ему говорит, дальше рассказал ему такую историю, он, да, сначала ему, Шимон Садик говорит, Амар Тилов, бни, марай ты лешки, это царханая, с чего ты вдруг решил свои такие классные волосы состричь, тебе Господь дал такие волосы, кайфуй, зачем, а он рассказал ему такую историю, такая некоторая потрясная еврейская история, которая в скобках вот на нарцисса очень-очень похожа, а он ему сказал, Амар Ле, Руэ, Руэ, Айти Ле Аба, я пастухом был у своего отца, да, в моем городе, Бейри, вот пошел я в некоторое водохранилище, такое место, где вода, болотистое место, не знаю, да, Лахти Ле, Эмле, Отмай, такое место, где есть много воды, Минамайян, и источника, и я посмотрел, такое интересное слово, написано, Бе, Бабуашили, видимо, посмотрел свое отражение, да, оно такое пузырело, знаешь, что-то вот, типа это, это возражение, о, а дальше, потрясная история, просто закручена, чисто литература, Упахас Алай Ецри, и вот, блу, Пахас, у него такое возгорелось, просто Ецер, злое начало в нем, ну, типа того, что он как будто влюбился в свое собственное отражение, был так вообще поражен вот тем красивым, я не знаю, может быть, здесь тема какого-то гомосексуализма, что-то не важно, не про это, ну, может быть и нет, на всяком случае, он увидел что-то, что-то дико красивое, что его поразило настолько, что он буквально в это влюбился, да, и он, да, да, и что дальше, Упахас Алай Ецари, Убикэш, Латардене Минаулам, и вот, он решил меня вообще свести с ума вот этим красивым изображением, которое мне показано, а вот интересно, что он ему говорит, Амар Тило, а я ему сказал, как бы этому Ецерара, он ему сказал, Раша, злодей, вот смотрите, интересно проследите, как бы лингвистическую сторону, потому что она сейчас будет использована, он к нему обращается, как к отдельно стоящему субъекту, как просто отдельно стоящему субъекту, он ему говорит, Раша, ты злодей, ламата мидгаэбо, ламше, эй, но шелха, какой ты имеешь право, как бы, высокомерно, кайфовать, показывая мне вот этот вот образ, да, увлекая меня куда-то в другую сторону, ведь это то лам, лошелха, этот мир, это не твой, да, а, ну, дальше он говорит, такую штуку, он пытается как бы это отбить и говорить, ты вообще понимаешь, ты мне показываешь что-то, что в будущем будет, ну, это такое известное выражение, да, называется, рима и тола, будет прах и червь, то есть, грубо говоря, когда человек охорует, мне ничего не остается, да, это все, это прах, это все брено, и ты понимаешь, чем ты занимаешься, да, окей, тогда, что говорит Шимон Ацадик, я тут же вскочил, поцеловал его в голову, да, и сказал, Амартилов, бни, сказал ему, сын мой, Камоха Ирбу Назерай, Назерай, Назерой Назерот бы Исраэль, да увеличатся такие, которые дают вот эти обиды, так же, как ты даешь, почему, и говорит, вот это тоже интересно, говорит, Алеха Катуф Омер, вот про тебя Писание говорит, прочитаю на иврите, Иш, Ки, Яфле, Линдор, Недор, Назир, Лашем, человек, вот это тоже построишь, на русский перевод, говорит, человек, когда даст обед, но те, которые как бы минимально знают иврит, они чувствуют, что это странное слово, то есть слово Ифле, это слово вообще Плия, Плия, это удивление, и вот тут, я на самом деле, даже вот не зная этой истории, по первому чтению, думаю, что это странное слово, потому что, ну как бы, в Ростовом бы должно было сказать, Иш, Идор, Недор, и все, который даст обед, это было бы нормально, или Ясен, Недор, что-то такое, ну Ифле, почему Ифле, потому что это Пеле, это что-то, что-то такое, то есть он сам на себя, удивляется, делает это, то есть это не как бы, забегая вперед, то еще будет Ханампарат рассказывать, но по-видимому, в этом глаголе уже видно, что человек, когда он, это как бы, не прямое, правильное положение, а человек как бы, сам на себя удивляется, делая такой Недор, это некоторая странная ситуация, теперь смотрим дальше, он пишет, вот Лапнина, Сифрудит, это литературная жемчужина, которую мы сейчас пересказали, он говорит, давайте ее разберем, тут есть три компонента, первый компонент, он понятный, это опасение вот этого Назира с юга, Назир Миадаром, да, что вот это вот злое начало, которое показывает ему, вот этот красивый образ, и тем самым как бы будоражит его какие-то мысли, и выводит его из какого-то нормального морального состояния, да, и это, это, это как бы неправильно, это его тревожит, да, при этом он ему говорит, как ты как бы возомнил, возгорделся собой, в мире, который тебе не принадлежит, тут очень красивая фраза, да, лама, ата, мидгаэ, бау, ламши, иношелха, это он говорит, это видимо такой, ну не знаю, такой психоаналитический способ, когда он разговаривает с этим младшего нора, и он пытается с ним разговаривать, как из отдельно стоящей субстанции, ну и приводит ему как бы аргументы, говоря, наверное, ему и тем самым уговаривая себя, что это все бред, да, он ему говорит, каким образом ты вообще сводишь меня с ума, и даешь мне картинки как бы из мира, причем этот мир, он тебе не принадлежит, это первое, и второе, вот интересно, а дырак лэши хрур, мималкодек, вот способ, которым он выбирается, как бы из этого капкана, который ему ставится, да, он ему говорит, роша лама тамид гаэ, он обращается к нему, то есть он делает в этот яцара, яцара, он делает его, как бы, коах хи цуни, он делает его отдельно стоящей силой, как бы, это тоже правильно, как сражаешься с врагом, это я от себя, доводовали, как сражаешься с врагом, очень правильно его, как было его дед, очень правильно его, как бы изолировать, поставить кого-то, вот туда его разбомбить можно, как бы в общей массе, когда он часть тебя, когда он, наверное, так, А когда он часть тебя, с этим трудно бороться. А когда ты из себя как бы выжил, поставил туда, еще приводишь какие-то аргументы, вот, наверное, с ним тогда проще бороться. Сейчас, секундочку. Да, и приводит пример, что интересно, вот этой вот отдельно стоящей субстанции, сказано в той же, в нашей параше, действительно сказано, в день, когда будет исполнится дни его обета, опять по-русски переводится, значит, придет коэлюмуэду, то есть он придет вот как бы к шатру, собором привносить там эти самые повинную жертву. Но опять же, по прямому смыслу, это как бы не очень понятно, как написано, как там была вот эта вот плея, вместо того, чтобы просто бы сделать, точно так же яви-о-то принесет его, кого его, такое впечатление, что он тачит какую-то стороннюю силу, да? И Раши в этом месте, он тоже идет по этому, он пишет, Раши Мецаен, он там пишет, что? Идя по комментарию Сифри, он говорит, яви-о-то этот смо, приведет его, это кого? А, приведет самого себя, окей? Так, хорошо, идем дальше. Теперь дальше, третья вещь. Третья вещь, которую мы из этого можем выучить. А, ну да, правильно. И дальше там объясняет, что поэтому говорят, что он как будто приведет, приводит его, как будто по певомству он приводит, приходит сам. Но как бы можно понять, что смысл такой, что он приводит его, вот он приводит этого Ецарара, то есть он приводит какую-то отдельно стоящую субстанцию. Теперь смотрите, в этой истории про Шимона Цадика, он как бы вот в этом, из ряда вон, в подходящем событии, истории про этого Назира из Дарома, он вот очень хорошо объясняет вот это вот странное выражение, про которое мы уже упоминали, Иш-Ки-Яфле, человек, который, Яфле в смысле, не знаю, как-то очень удивится, или как-то что-то такое, сделав такую вещь. То есть его самого это поражает. Это какое-то непростое действие. Не просто по-прямому, что он просто себя отделит от чего-то, там от вина, либо там волосы пострижет, а в том смысле, что у Яфли бэмашмаут давар пэле, что он сделает вещь ненормальную, вещь, которая вызывает изумление, вещь, которая вызывает удивление. И это уже видно, это дает нам вот какую-то возможность провести некоторую тропинку и сказать, что это не то, чтобы даже хорошо или плохо, а это некоторая очень странная ситуация, когда человек как бы с чем-то борется. А вот теперь, интересно, теперь соединяем вместе этого нарцесса и даем окончательный вывод, который дает Ханан Парад. На мой взгляд, очень хорошо это разруливает. У него этот параграф называется «Лацет миа бейца» «Выйти из болота». Потому что вот эта идея, где он себя увидел, это вот некоторое болото. А дальше он приводит, пересказывает, я, честно говоря, совсем или вообще не знаток греческой мифологии, не знаю, сколько Ханан Парад, я знал хорошо, может кто-то из вас знает ее, хорошо. Он объясняет, рассказывает вкратце историю наркиса, нарциссизм, то, что по-русски называется. Идея заключается в том, что вот некоторый человек, подросток, юноша, не знаю, вот он в таком месте, где было полно волной, воды, вот увидел свое отражение, влюбился в него, и все. И дальше он не мог выйти из этого места, отделился от людей, и он жил среди вот этого как бы отражения, все время смотря в него. То есть, грубо говоря, оно его засосало. И поэтому, поэтому вот этот Ханан Парад тоже говорит, лацет миа бейца, выйти из болота. Не знаю, сколько там было чисто болотистое место, либо зеркальная поверхность, но идея в том, что выйти из них некоторое засасывающее состояние. А в чем, в чем это может быть засасывающее состояние? А может быть засасывающее состояние, как вот это говорил Назир Меодаром. В какой-то момент человек восстановит, его обуревают какие-то чувства, которые тянут его в какую-то сторону. Да? Вот. И они его засасывают. И вот, видимо, для такой ситуации, для такой ситуации, да, правильно сделать Недер. Да, правильно для того, чтобы как бы себя исправить. И он вот интересно говорит, давка на Зерут шиешба пришут лешаа. Вот это вот пришут лешаа, которое здесь написано жирным текстом, нам как бы все объясняет, что пришут лешаа, это означает, отделение от вот этого мира, который нас окружает, со всеми его как бы удовольствиями, радостями, пятым-десяым. Вот пришут лешаа, вот это правильная вещь. Если человек чувствует, что затягивает болото, в каком-то смысле он становится вот подобным этого наркиса, нарциссизма, который смотрит на себя и кайфует, и не может из этого выйти, ему таки да, правильно сделать этот Недерут, всего выйти в лешаа, выйти на какое-то короткое время. Ну, очень-очень-очень классно, мне кажется, это вообще такая спиральная штука. Он заканчивает всю эту историю и говорит, смотрите, как заканчивается, красиво, говорит, лефихах квата тора, но это только лешаа, только на короткое время. Почему? Потому что не даром определяет Тора Балашонцеву и вообще в приказательном как бы приказательном тоне. Га? Говорит, в конце вот этого срока Недерута, отдаления, которого взял на себя этот Недерута, он говорит, что сказано, Ваахар Иште Назир Яйн. А после этого что Назир сделает? Пипит вино. Но это вообще интересная ситуация. Мне кажется, нужно себе предположить, что опять же, я дико зряюсь в другие религии, там христианство, не знаю, буддизм, еще что-то, когда человеку говорят, да, обязательно, да, вообще, а страница, все эти житейские, эти пятые, десятые, а потом говорят, ну, там пройдет какой-то срок, ну, когда кончится все, ну, иди попей вина и кайфуй снова, ну, как бы, что же это такое, ты обратно скатываешься, а тут Тура говорит, да, нет, когда кончится твое Назарейство, выпей вина, то есть, вот это вот возвращение в реальную жизнь со всеми ее и заботами, и радостями, это, да, обязательное условие у нас существования, да, очень красиво кончает, прочитанное иврите, пишет, для того, чтобы научить, кихло такое, потому что, в конце концов, да, тувим ваяфим ахаим адаин, потому что до сих пор наша жизнь со всеми ее прелестями на замечательной штуке, совершенно не надо от нее отстраняться, ну, как бы, я хотел рассказать, по-моему, как бы, очень красивая история с этим Назир Миядаром, во всяком случае, вот разруливает такие прям противоположные мнения, как мы видели мудрецов, которые разделились по поводу того, что вообще Назарейство, это, в принципе, хорошее или еще плохое, а то, что объясняет Ханан Параш, вот это вот Л.Ш.А., то есть, как временная вещь, это может быть вполне нормально, но после этого человек обязательно должен вернуться в нормальную жизнь, вот это, по-моему, интересный подход Тора и вообще подход мудрецов, ну, как бы вот такое разруливание этой ситуации. Окей, это то, что я хотел сегодня доложить. Вопросы, замечания по поводу вина, водки, горячительных напитков, каких-то желаний, пожеланий? Мне почему-то вспомнилась история про Афшалома, по-моему, по одной из версий тоже был Назиром, брал на все какие-то Назирут, волосы, допустим, его были длинные, и, по-моему, он тоже был достаточно таким самовлюбленным, что ли, только в отличие от этой истории он, наверное, не смог своей самовлюбленности избавиться. Что скажете? Да, я думаю, что да, я думаю про Афшалома, вообще, вот этих в истории истории с красивой, когда у человека красивые волосы, вообще красивый вид, ну, вот этот прекрасный Йосеф, да, а Йосеф, которому это жена Патифера, и все, там тоже какие-то эти все коллизии есть. Да? Мне кажется, это красиво. Есть мнение, что Афшалом был Назир, действительно, но он раз в год встретился, то есть, как бы, получается, брал на какой-то период Назирут, а потом... Там же хоть на 30 дней можно взять этот Назирут. Ну, это минимум, это дефолт, то, что называется. По умолчанию, если ты не сказал, какой срок, то это 30 дней, а можно больше? И вот у ученика Рав Кука был Назир, правильно? А, Назир? Ну, да, но у нас в наше время невозможно это выйти, потому что требуется принесение жертв шраме. Поэтому ученик Рав Кука Рав Дэвид Куэн, он, когда... У него длинная, очень сложная история, там, во многих местах учился, потом он пошел учиться в университет, и он боялся, как бы, что эта среда его, как бы, плохо на него повлияет, затянет, и тогда он взял себя в Назирута, и уже выйти с него он не мог, потому что он... окей, ну, вот такая штука, я только хотел добавить, не относящийся к Назарейству, но относящийся к ясным занятиям, хотел сказать вначале, но поскольку я сегодня не успевал и так дальше, неважно, вот доктор Урий Линец, наш дорогой Юра Линец, которого мы любим, как бы, и пятый, и десятый, знаем очень долгие годы, вот, с ним произошла такая очень страшная история, сердце остановилось, и все, ну, вот я видел сейчас Таня, еще раз, написала, что Рафьона сообщает, написано, дышит через машину, но общая тенденция положительная, ну, будем надеяться, я разговаривал с его женой в РФХ, то есть накануне праздника, она действительно объяснила, как это все произошло, действительно, как бы, чудо, повезло, скажите, как угодно, в общем, что с ним это произошло в больнице, а не в другом месте, что обычно осталось сердце, ведь и называется дом-лев, остановка сердца, просто ничем помочь невозможно, чтобы это произошло во время, по-русски, это шунтирование, по-моему, называется, там камера закрыла артерию, закрыла просто, и у него не остановилось сердце, его, как бы, откачали, но очень надеемся, что он придет в себя и вообще вот правильно как-то посвящать наши занятия, вот, поскольку у нас образовалась, как бы, из нашей троицы, грубо говоря, но вот один временно выпал, будем надеяться, что он в скорости вернется к нам, и, честно говоря, я не знаю, как это произойдет, я обратился к ряду, как бы, товарищей, вот, которые, во-первых, обращаясь к присутствию, очень, пожалуйста, кто-то хочет выступить и подготовить, и пятое-десятое с удовольствием, накануне напишите мне, еще обратился к местным людям, которых я знаю, которые тоже преподают, которые, возможно, тоже присоединяться и будут делать начали, как бы, доктор Михаил Голосовский, Миша Голосовский, еще несколько людей. Окей, хорошо, ну, как бы, смотрите, если больше никаких особых соображений нет, ну, как бы, на этом можем сегодня закруглиться и закончить, но, в целом, мне кажется, мы, в общем, несколько интересных тем нашей, нашего раздела изучили. Опять же, да, с нашей актуали очень надеемся, что вот продолжение какой-то такой-то рутины, в хорошем смысле слова, которой мы занимаемся, является нашим вкладом как бы в общее дело, победа, борьба, вот некоторых обстреливают туда-сюда, ну, будем надеяться, что все разрулится, кончится хорошо. Окей? Безусловно разрулится. Топ, ну, хорошо, Гриш, все нормально? Спасибо всем. Спасибо. Всем счастливо. До свидания. Будут мысли, соображения, пожалуйста, пишите в телеграме и так дальше. Всем счастливо и пока. Пока-пока. Пока, Лена. Пока. Всем пока. Счастливо. 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 Счастливо.